Протестное настроение против американского президента Дональда Трампа достигло планетарного масштаба. На улицы крупных городов вышли граждане Мексики, Великобритании, Нидерландов и Германии. И этот список неполный. Возмущения связаны с указом о мигрантах. А сегодня в суд подали коллективный иск общественной организации. Правозащитники США подали коллективный иск против скандального указа Трампа об иммиграции. Это первое подобного рода заявление, которое объединило организации по правам мигрантов, беженцев, мусульман и обычных граждан демократической страны. Иммиграционные адвокаты узнали из документов, утекших в прессу, что указ уже применяется к иммигрантам, живущим в США на законных основаниях, которые подали заявление на убежище, законное постоянное проживание и другие иммиграционные льготы. И что это затронуло десятки тысяч иммигрантов, которые легально живут в США. Масштаб протестных настроений против скандального указа возрастал в геометрической прогрессии. На митинги вышли жители Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Вашингтона, Чикаго. Максимальное количество протестующих превышало полмиллиона человек. В Майами, Денвере и Новом Орлеане собирались по 100 тысяч. Всего число протестующих превысило 2 миллиона. Но на этом митинги не закончились. Наоборот, вышли за пределы страны. Великобритания, Мексика, Германия, Южная Корея. По всему миру прошло более 600 демонстраций. Общественный резонанс привел к тому, что в ООН призвали Дональда Трампа отменить ограничения на въезд иностранцев в США. Очевидно, что этот документ антидемократичен. Конечно, есть возможности проникновения террористов в страну, но эту проблему так решить невозможно. Я надеюсь на скорое разрешение этой проблемы. Тем временем мировая общественность удивила очередное назначение в Госдепе. Дональд Трамп утвердил иммигрантку из Азии Эллен Чао на пост министра транспорта. Ее семья приехала в Штаты, когда ей было 8 лет. А долгожданный паспорт Чао получила в 19. Впрочем, нелегальное прошлое не помешало ей построить удачную политическую карьеру. Теперь многие гадают, был ли это спонтанный шаг или продуманный. Наталья Райм, Информбюро.